23 июля 1619 года король Речи Посполитой Сигизмунд III направил грамоту гетману Петруса Гайдачинову, в которой благодарил запорожцев за их действия в войне против московского государства. За год до этого 20-тысячное войско казаков, рассчитывая на расширение своих прав, вместе с польской армией выступила в поход на Москву. Казаки захватили много русских городов и взяли участие в штурме московского Кремля. Хотя эту сильно укрепленную крепость захватить не удалось, русский царь пошел на переговоры, которые завершились 1 декабря 1619 года Диулинским перемирием. Москва потеряла Смоленщину, Стародубщину и Чернигово-Северщину. Сигизмунд III действиями казаков остался доволен и создал комиссию, чтобы упорядочить отношения с Запорожьем. Однако в своей грамоте король ходить запорожцам в морские походы все же запретил. 23 июля 1752 года запорожский полковник Григорий Якимов подал в кож жалобу на притеснение его и его людей в Очакове, когда он там был официальным резидентом Запорожья. Он также указывал о нанесении оскорблений татарами ему и всему запорожскому войску. Документы тех лет содержат многочисленные свидетельства словесных оскорблений как простым запорожцам, так и официальным лицам запорожской администрации, что трактовалось как нарушение соседской дружбы. Взаимная вражда христиан и мусульман иногда приводила и к вооруженным стычкам, но долгая история сосуществования татар и запорожцев при Днепровских степях знает и много примеров сотрудничества. Объединение усилий против могущественных соседей Польши или России, переход под власть Крыма, участие казаков в феодальных междоусобицах крымского ханства. Без поисков взаимопонимания соблюдать шаткое равновесие в степи было невозможно, но упрек Гетмана Самайловича, почему татарам позволено во времени урожая качевать на запорожских землях, кашевый атаман Серко отвечал, якби сам черт пане Гетман не допомагал людям у крайней их нуждей, догадывати цим не годится, бо кажут люди нужда и закон изменяет, а коли мы, живши с татарами по сусидству, допомагаем один одному, то це розумному не дивно. 23 июля 1798 года российский сенат сдал указ, цель которого навести порядок и послушание в черноморском казацком войске. Ядро войска составляли так называемые волонтерские команды, в которых в первое время набирали казаков бывшей Запорожской сечи. В войске уделялось три группы старшина, казаки среднего достатка и беднота. В последней появилось немалое число беглых крепостных дезертиров-преступников. Они часто стремились получить казацкий статус, чтобы продолжить бродяжничество. В указе сената говорилось, что черноморских казаков, которые не находятся на предсвоем месте и отбывая от службы шатаются праздно по разным местам, записывать в подушный оклад, отчуждать от службы и привилегий и в казаки уже никогда не принимать.